И первый поединок в наилегчайшей весовой категории оба бойца представляют Россию в синий угол октагона. Приглашается Игорь Мачунский! Телеканал MMATV.com представляет вашему вниманию Горилла ММА-серия 44 «Москва зовет». В главном поединке сегодняшнего вечера Александр Дурманов сразится с Вандерлеем Джуниором по прозвищу Мексиканец. Ну а вести эту трансляцию комментировать и для вас будем мы, Алексей Володин и Давид Кучешвили. Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! Действительно большое и, не побоюсь этого слова, историческое событие возглавит сегодняшний турнир впервые в истории ММА-серии. Пройдет пятираундовый бой, а вот каким он получится, мы узнаем буквально через несколько часов и кто завладеет серебряным поясом лиги. Александр Дурманов или Вандерлей Джуниор. Ну а начинаем с наилегчайшей весовой категории. Игорь Мачульский против Дмитрия Андреева. Игорь уже в клетке и ждем Дмитрия. Игорь Мачульский против Дмитрия Андреев. Дмитрий Андреев на ваших экранах с рекордом ни одной победы, три поражения. 27 лет этому парню представляет город Челябинск. Бронзовый призер первенства по боксу в городе Троицке в 2020 году. Начал свою карьеру в ММА в октябре 2020 года. Проиграл Владимиру Кузьминых техническим нокаутом в первом раунде. Затем в первом раунде уступил Олегу Алексееву, попавшись на удушающий прием сзади. После этого проиграл техническим нокаутом Андрею Дятлову. Также в первом раунде пропустив тяжелый лоу-кик. 181 сантиметра его рост и, повторюсь, ему 27 лет. Ну а Игорю Мачульскому 24 года. Это бойцы с Хабаровска. Он представляет команды РУБОКСИНГ и РИНГ-85. Игорь – кандидат мастера спорта по боксу и каратэ Кёку Синкай. Чемпион Хабаровского края по ушу санда. Финалист Хабаровского края по боевому самбо. Победитель Кубка Мэра по К1. Боец в синем углу. Ему 24 года. Его рост 169 сантиметров, вес 57 килограммов. И из Хабаровска представляет клуб РУБОКСИНГ и клуб РИНГ-85. Кандидат мастера спорта по боксу и каратэ Кёку Синкай. Чемпион и призер Хабаровского края по ушу санда. Боевому самбо и К1. Его профессиональный рекорд. Два боя. Две победы. Игорь Норт Мачульский. Его соперник, боец в красном углу. Ему 27 лет. Рост 181 сантиметра. Вес 63 килограмма. Бронзовый призер первенства по боксу в Троицке 20-го года. Его профессиональный рекорд. Три боя. Три поражения. Дмитрий Андреев. Рефери в октагоне Никита Меркулов. Итак, начинается 44-й турнир. Боец красного угла. ММА серии. Начинает бой с желтой карточкой. Дмитрий Андреев начинает эту встречу с желтой карточкой. 63 килограмма он показал на взвешении вместо 57 положенных. Итак, смотрим. Игорь Мачульский против Дмитрия Андреева. И сразу же Дмитрий... Ой, Игорь, простите, пошел вперед. Да, пропускает Дмитрий. Все больше и больше боковых ударов. Пытается ответить по корпусу. Будет ли перевод в партер? Попытался бросить Дмитрий. Не получилось. И начинается у нас борьба. Игорь сверху в позиции халфгарда. Пытается вытащить ногу. И ему это удается. Но только лишь на мгновение. Тут же затаскивает Дмитрий Андреев обратно в халфгард своего соперника. Но мы видим, что сверху Игорь неплохо отвечал. Дмитрий здесь неплохо отработал. Отдал шею, но он в гарде. Посмотрим, может быть, отсюда получится удушающий прием. Высоко работает ногами. Игорь Мачульский. Смотрим. Взял захват, но, по-моему, пока не плотный. Да, не хватает контроля. По профи Мачульский в ММА... Все, сдача. Все? Сдача, сдача. Постучал. Все, сдача, да. И все-таки прошел прием. И в первом раунде Игорь Мачульский одерживает более чем уверенную победу. Да, по профи в ММА Игорь провел три встречи. Теперь уже получается. Во всех трех выиграл. Ну, а, например, Павла Кузнецова, так и вовсе Мачульский отправил в нокаут уже на 22 секунде встречи. Сегодня тоже получилось все очень быстро, но удушающим приемом одерживает победу боец по продажу «Север». 54 секунды болевым приемом победу одержал боец синего угла Игорь Мачульский. Очень уверенное выступление. Сохранил ноль в графе поражений Игорь Мачульский. Ну что ж, поздравляем его с победой. И стоит сказать, что он действительно был сильнее как в стойке, так и в партере своего оппонента. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Вот мы видим, как Игорь пошел в атаку, выбрасывал боковые удары и пропускал Дмитрий Андреев. Затем перевод в партер и там уже удушающий прием. И постучал анастил в итоге Дмитрий Андреев. Затем перевод в партер и там уже удушающий прием.